Вот лично у меня ипотека с начала 2008 года. Это банк Москвы, ипотека в японских иенах на однокомнатную квартиру. Не в Москве, а у меня квартира в Вологде. Я из Вологды приехала. Кредит мы брали 1,8 млн, и 1,8 млн это в рублях по курсу. И уже к концу 2008 года, то есть буквально меньше, чем через год, яна выросла в два раза. Как бы это был, как я считаю, это не был наш просчет какой-то финансовый. Это был форс-мажор, потому что получился экономический кризис. То есть мы знали, естественно, о валютных рисках. Мы понимали, что существуют валютные риски, существует риск повышения валют 15-20, я допускала 30, пусть будет процентов, но это не 100 процентов. И не 200, как это вылилось после второго кризиса, как сейчас уже после 2014 года. И в итоге брали мы 1,8 млн в рублях, выплатили за эти, сколько там, 7-8 лет, 2 млн с половиной, и сейчас должны банку еще остаемся 3,5 млн. Кредит мы взяли в седьмом году. В тот момент никак не могли, даже не предполагали, что сможем попасть в такую отруднительную ситуацию, потому что вроде как на протяжении нескольких лет было более-менее стабильно. Прошел год, возникли первые трудности в тот момент, когда упал доллар в восьмом году. Тогда столкнулись первый раз с трудностями. Вот. Ну, спустя какое-то время начали опять подниматься, так сказать, с колен. За это время у меня в семье появилось двое детей. То есть, когда брали кредит, в тот момент старшей было полтора года. Вот. Когда ударил первый кризис, пришлось ребенка отправить родителям, чтобы супруга смогла выйти из декрета и каким-то образом тянуть эту лямку. Спустя годы история практически повторилась. В двенадцатом году родилась вторая дочка. И когда ей было 1,4 месяца, опять же, пришлось супруге выходить из декрета. Точнее, ей было два года. Супруге опять пришлось выходить из декрета, а ребенка опять отправлять своим бабушкам и дедушкам за две тысячи километров. Ну, и даже то, что супруга вышла на работу, я устроился на вторую работу, это в нашей ситуации никак не повлияло. Потому что ежемесячный платеж до кредит составлял 65 тысяч рублей плюс-минус зависимости от доллара. А после этого за 100 с лишним, 120, потом 130. У нас ежемесячный платеж 1857 долларов 94 цента. Мы пытались разговаривать с банком. Банк просто разводит руками. Никаких попыток помочь не было. Мы писали письмо Владимиру Владимировичу, но, судя по всему, до него письмо это не дошло, потому что на него отвечали несколько раз о том, что наша просьба просто передана в Центральный банк. Вот поэтому я решил взять на себя вот эту крайнюю меру, объявить голодовку в надежде, что потом хотя бы дети не голодали. Голодовка это последний шаг очищающихся людей. Мы очень надеялись на то, что нам не придется к нему прибегнуть. Но шли месяцы, прошло фактически полгода с того момента, когда обвалился рубль и наши платежи по валютным кредитам, выросли в два с половиной раза, а сумма долга, несмотря на долгие годы платежей, оказалась также в два раза больше. Поэтому, повторюсь, голодовка действительно оказалась нашим последним отчаянным шагом. Главное требование голодающих это создание рабочей комиссии при Центробанке, в которой бы вошли представители органов власти, представители банков, представители со стороны валютных заемщиков. И совместно они смогли бы выработать программы, которые реально могли бы выйти из этой тупиковой ситуации. Собственно говоря, мы не просим о том, чтобы для нас были какие-то преференции. Мы просим о том, чтобы нам просто помогли, чтобы нас уравняли в правах с рублевыми заемщиками, чтобы мы могли выплачивать свои кредиты, чтобы мы не остались без крыши над головой. Что касается ответственности за меняющийся курс, как мы могли брать на себя ответственность за меняющийся курс, если, во-первых, банки, которые являются профессиональными участниками рынка финансовых услуг, не просто предлагали, а настаивали на том, чтобы мы брали именно валютные кредиты, более того, нам просто зачастую не давали, поскольку по банковским рискам сумма платежа ежемесячного должна превышать 50% от доходов человека. Это во-первых. Во-вторых, все-таки государство на протяжении многих лет, на протяжении всех последних лет, вело достаточно внятную политику по отношению к курсу национальной валюты. Был валютный коридор. И то, что осенью этого года рубль отпустили в свободное плавание, не предупреждая нас, это было для нас полной неожиданностью. Разумеется, мы не могли этого предугадать. Мы полагаем, что все-таки ответственность за это лежит на государстве. При этом сегодня мы услышали слова о том, что да, действительно, валютным ипотечникам, ровно как и рублевым, помочь нужно, потому что все-таки мы все граждане этой страны. И надеемся, что рабочая группа при Центробанке будет создана, и выход из этой ситуации будет найден. Будут разработаны разные программы для того, чтобы люди не остались без крыши над головой. Продолжение следует...